Конечно, страшные кадры всего, что произошло вчера в Краматорске. У нас сейчас в студии Константин Гринчук, это бывший советник, министр чрезвычайных ситуаций, 2002-2005 год. Здравствуйте. Добрый день. Хотел бы вам задать такой первый вопрос. Скажите, а возможно было бы избежать того, что произошло вчера в Краматорске? Возможно ли обеспечить, скажем, оборону воздушную, чтобы больше ракеты не залетали в большие города? Вы как специалист скажите. Ну, как специалист, это вообще-то должен отвечать специалист ПВО. Но я вам скажу следующее. Для того, чтобы понимать, что произошло, надо, какая цель была обстрела. По всем средствам массовой информации, я же не являюсь действующим и точно так же черпаю информацию из средств массовой информации, то согласно всей информации, которая поступала, проводился обстрел штаба антитеррористической организации. Поскольку штаб антитеррористической операции находился именно в Краматорске, теперь я как специалист считаю, что это, в общем-то, даже где-то преступно. Нахождение штаба антитеррористической операции в населенных пунктах. Если мы возьмем, к примеру, указ президента про чистковую мобилизацию, которая вот сейчас лежит передо мной, и возьмем существующее законодательство, то мы четко понимаем, что в стране особый период. Это первое. И этот особый период у нас начался с 18 марта прошлого года. И он не заканчивался. Это согласно действующему законодательству я объясняю. Во всех выступлениях нашего премьер-министра, президента, вы неоднократно слышали, что привести в полную готовность. Вот у указа президента полная, полная, привести то в полную, привести в это. Чтобы понимать, что такое полная готовность, существует четыре степени готовности. Постоянная, то есть когда мир в стране. Повышенная, когда идет определенная какие-то только информация на уровне разведки о угрозах. При повышенной готовности, что делают вооруженные силы Украины и любого другого государства. выходят в запасные районы. Они покидают населенные пункты. При военной опасности все вооруженные силы, то есть я имею ввиду сбройное формирование, выходят в секретные районы. То есть они не должны находиться в населенных пунктах. Государство ведет почти уже 8-9 месяцев фактически боевые действия. И размещать именно штаб, то есть тот командный орган, который наиболее по любой тактике, стратегии должен был быть объектом первого уничтожения. То есть первая атака идет на командные пункты. Который находился в скольких километрах от линии огня? Что-то там порядка 80 километров было. И как опять, если информацию о том, что доложили средства массовой информации со всех каналов, что это применялся смерч, дальность которого идет до 120 километров. Ну, понимаете, говорить, что смерч 120, но завтра будет не смерч, завтра будет точка. После точки может быть что там, Искандер. Но такие командные пункты, как штаб АТО, как, допустим, генеральный штаб, мы же все понимаем, что сегодня ударили на 80 километров, завтра же могут ударить на 500 километров. Расстояние генерального штаба, образно говоря, от границы с Россией находится порядка 150, если мы берем Черниговскую область. И куда ведет Путин свою политику, никто не знает. Поэтому надо бить не по хвостам, не по тому, как они. Да, если бы там не было АТО, то сейчас можно было бы впрямую выдвинуть Россию и сказать, вы ударили по городу, просто населенному пункту. Берем просто аналитику. Стреляли вам, военные, попали в Боинг. Стреляли, значит, по блокпосту в Мариуполе, попали в жилые дома. То есть мы сами, в общем-то, теоретически где-то оставляем противнику возможность того, что так получилось. Смотрите, мы сейчас продолжим с вами разговор. Сейчас с нами на скайп-связи выйдет наш журналист-корреспондент, который находился в Донецке все это время. Сейчас он по нашему заданию проехался вдоль Ростовской области для того, чтобы посмотреть, есть ли там войска на границе. Вот с нами сейчас Дмитрий Филимонов. Дима, ты нас слышишь, видишь? Ну, я слышал, как-нибудь вижу. А видишь нас? О, вижу. А мы тебя не видим. Не знаю, сейчас увидишь. Есть? Вот сейчас, подожди секундочку. О, здравствуйте. Дима, скажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься? И пока ты туда направлялся, видел ли ты... Как вообще прошла дорога? Видел ли ты танки, БТР и все остальное? Если я не ошибаюсь, ты находишься в Ростове, правильно? Да, я сейчас нахожусь в Ростове-на-Дону. Приехал сюда вчера. Я выехал в 9 утра из Донецка и в 15 часов был здесь. Мы проехали по дороге через Харциск, Вальнаваху и Успенка. Это контрольно-пропускной пункт. Граница... Там есть два поста. Один ДНРовский, один... Один российский, Российской Федерации. Там многокилометровые очереди стоят в сторону России. Из чего очереди? Это гражданские или военные? Из машин, да? Нет, какие военные? Стоят гражданские машины, которые люди пытаются... Автобусы, автомобили, которые пытаются выехать... Не пытаются, а выезжают в Россию. Беженцы. Беженцы, да, ты имеешь в виду? Что-что? Беженцы, которые пытаются покинуть территорию. Беженцы, не беженцы, гражданские. Не знаю, беженцы, вероятно. Потом мы видели там ОБСЕ машину. Они приезжают каждый день и приезжают, наблюдают, как работает контрольно-пропускной пункт. После этого они отправились на Марьинку. Это практически полностью уничтоженный пропускной пункт. То есть, если на Успенке только видно, что осколками посещено все, и видно, что были бои, то Марьинка полностью уничтожена. Вот ОБСЕ отправилась на Марьинку потом оттуда. И по дороге мы видели что-то такое с большими ракетами. Я же не специалист военной техники. Видели две машины с большими такими штуками. Это на территории Украины или на территории России? На территории Украины. На территории России нет никаких по дороге. Не встречали никаких ни военных, ни ничего такого. Единственное, в Ростове и на Дону постоянно в небе курсируют военные вертолеты. Много. Дима, скажи, а вот о переговорах. В Донецке, наверное, тоже много говорили. В Донецке, где ты там был, к чего там придерживаться, каких мыслей, вот чего там хотят, чтобы что произошло? О чем были результаты переговоров? Каких они ожидали? Донецке, наверное, больше, чем во всех других городах Украины хотят мира. Потому что, в отличие от других городов и частей Украины, Донбасс постоянно находится под огнем. Постоянно гибнут люди десятками, каждый день. Поэтому, поверьте, что там, где гибнут люди, люди хотят мира. А там, где война еще не пришла, у людей воинственная риторика. Скажи, а по поводу Краматорска, была какая-то позиция представителей официальных ДНР по поводу того, кто обстрелял Краматорск? Они признают, что это были они? Я, честно говоря, думаю, что, естественно, они не признают, потому что ни одна из сторон не признает никогда версии другой страны. То есть, если украинская сторона говорит, что это так, значит, в ДНР говорят, что это не так. Если в ДНР говорят, что это так, значит, украинская сторона говорит, что это не так. То есть, они пока никак не комментируют эту ситуацию? Нет, я думаю, что они уже прокомментировали эту ситуацию. Просто я не уследил, я просто за этот месяц, сколько я нахожусь в Донецке, достаточно эмоционально несколько устал, поэтому вот я приехал в Ростов-на-Дону, и очень непривычно, что в городе столько суеты, пробки, постоянные гудки машин, много людей, то есть город живет, и после Донецка это непривычно. Спасибо тебе, Дим, огромное. Спасибо. Давай. Давай. Ну вот мы услышали, люди хотят мира, все хотят мира в Украине, но как видим, ситуация с Краматорском вчера показала, что мира хотят все, но не получается. Давайте вернемся к вопросу Краматорска. Так все-таки, каким образом можно было этого избежать? Вот что должно было произойти? Должна была работать разведка, должны были работать информаторы. Как так могло произойти? Кто за это должен нести ответственность? Ну, ответственность всегда у нас несет власть. За хорошее и за плохое всегда власть. Но в данном вопросе мы же тоже понимаем прекрасно, что у нас есть разведка, есть свои штирлицы должны быть, есть фронтовая разведка. То есть есть очень много видов разведки, которые так или иначе доносят информацию до определенных источников. Поэтому, естественно, вопросами защиты занимаются, в первую очередь, это вооруженные силы, те, кто отвечает, чтобы эти снаряды не долетели. А защита населения от тех, что когда снаряды долетают, должна нести, ну, сегодня это называется гражданская защита, я это называю гражданской обороны. Так как, считаю, вообще, уход Украины от понятия гражданской обороны был ошибочным в принципе. Так как, допустим, я попал в свое время в гражданскую оборону в 89-м году, и уже, коли так коснулся вопроса, скажу больше. Значит, с 89-го года до 2002-го года я возглавлял, ну, какой-то период, значит, был старшим офицером, потом возглавил структуру, которая отвечала за организацию эвакуации населения и материальных ценностей в период, в особый период. Это было сначала отдел, потом служба, сектор и тому подобное. С 2002-го года эта служба была фактически, ну, упразднена, ликвидирована, как ненужная. Понятно, есть тому, как говорится, геополитика играла свою роль, мы были в неблоковое и тому подобное. То есть гражданская оборона переросла в цивильный захист, вот, задачи все выполнялись, 99% то, для чего создавалось Министерство чрезвычайной ситуации, было направлено на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации природного, там, техногенных характеров, вот. Мы в Украине фактически ликвидировали войска гражданской обороны, которые существовали и существуют во многих странах, согласно Женевской конвенции 49-го года, так как Женевская... Гражданская оборона, чем она должна была заниматься? А вот гражданская оборона сегодня должна заниматься всем. Начальником гражданской обороны должен быть премьер-министр. У нас сегодня после кодекса, в 2011 году был принят кодекс цивильного захиста, который фактически уничтожал эту систему полностью. Кроме воды в нем ничего не осталось. Была ликвидирована посада начальника гражданской обороны Украины, то есть, так как верховный главнокомандующий у нас есть президент, то начальником гражданской обороны был премьер-министр. Министр чрезвычайной ситуации или начальник штаба тогда гражданской обороны в особый период становился его заместителем. Сегодня, да, создана комиссия виртуально, да. Я, допустим, Арсений Петрович объявил надзвучайную ситуацию в двух областях, но я вот как специалист, как человек, который 15 лет отдал именно системе защиты, я хочу сказать, что в принципе все делается не так и неправильно. Что вы имеете в виду? А что, начиная от самого руководства, вы понимаете, что такое гражданская оборона? У нас сегодня понятие гражданской обороны относится так, бомбоубежище готово, это все. Гражданская оборона – это эвакуация, не только население. Вот вчера показывали, что 300 заключенных погибла, там какая-то колония разбита и тому подобное. Что должна была сделать гражданская оборона? Первое – это провести эвакуацию музеев, банков, уникального оборудования, вывести все детские учреждения. Вы помните? Какое расстояние от линии фронта? Понятия нет, что расстояние от линии фронта? Хорошо, но на расстоянии всех полу-Украины эвакуировать? Подождите, я еще раз тогда касаюсь, вы не услышали меня вначале. Постоянная готовность, повышенная готовность, военная опасность полная. Когда в Славянске находился товарищ Гиркин-Стрелков, и когда наши вооруженные силы начали отжимать его, Донецк-то был наш, Луганск был наш. Ну, не знаю, как он был наш. Не, ну то извините, я вам объясню, как он был наш. Он был наш, то, что в администрации президента, администрации областной было занято, СБУ было занято, МВД было занято, а город, в принципе, он не был таким, как он сейчас. Когда, значит, генеральный штаб планирует какую-то операцию, то это должно выполняться в честном взаимодействии с именно штабом гражданской обороны или с начальником гражданской обороны. То есть перед тем, как было наносить удар, первое, что нужно было сделать, хотя бы вывезти кольчуги. Если не вывезти, то уничтожить. Потому что мы слышим, там кольчуги вывозили в Россию. Каким образом? За это несут персональную юридическую ответственность, начали от премьера, главы администрации, того завода, где СБУ было и тому подобное. То есть я хочу объяснить, что понятие гражданской обороны – это все виды деятельности на сегодняшний день в особый период, особенно на тех территориях, которые находятся на линии фронта, как вы сказали, в фронтовой зоне. То есть детские учебные учреждения тогда и вот этих домастеров надо было вывозить до начала. Как вы считаете, вот сейчас Краматорск уже нужно эвакуировать, исходя из того, что уже ракеты долетают до него? Вот смотрите, что опять я вам хочу сказать. Государство – это целый комплекс. Есть виды разведки, есть всевозможные, есть информация у генерального штаба, есть у внешней разведки, есть в кабинете министров. Ни для кого не есть секрет. В принципе, все говорят, что будет делать Россия? Рубить коридор. Куда? Туда, на юг. Значит, рисуется этот коридор. Он планируется. И на сегодняшний день не надо эвакуировать весь, допустим, Краматорск. Но в Краматорске в случае действительно массированных введений боевых действий, и когда наши вооруженные силы, допустим, не способны будут устоять, нужно постепенно сегодня сделать расчеты, вывести то, что не сможем вывозить под бомбами. То есть, то, что сейчас мы делаем, мы все время бьем по хвостам, а мы должны работать на опережение. Получили информацию из разведки, есть штаб АТО, есть генеральный штаб, есть Совет национальной безопасности. Но если в Совет национальной безопасности, я полгода назад или даже позже прихожу и говорю, уважаемые, я с директорами департаментов общаюсь, я 10 лет уже как бы пенсионер. Я задаю вопрос, мужики, скажите мне, пожалуйста, вот президент объявил полную, а что вы делаете в Киеве? Вот вопрос хороший. Вы же понимаете, что вы тот объект, который первый подлежит уничтожению противникам. Генеральный штаб. У нас размещается, я не знаю, опять есть средства, говорят, что в районе Харкова, где-то в населенных пунктах. Вот сейчас в Краматорске оказались, они не должны, мы за 8 месяцев должны уже были построить командные пункты и планировать, что мы должны делать в случае удара противника сюда-сюда. Почему я с вами вот так вот рассуждаю? Потому что 15 лет я военный, то есть да, я прошел свое время на Горном Карабахе, был командиром батальона Белоцерковского. Я понимаю, что делает армия и что должна делать система защиты. Но если на определенной должности назначают людей, которые, в общем-то, умеют что-то только узкое и ждать от них. Если наблюдать, как проходит Совет национальной безопасности, вот я вижу так, что президент выступает, ждет от сидящих предложений, а сидящие за столом ждут команд. Вот в этом у нас и вся проблема заключается, что у нас люди научились выполнять, но не научились доказывать и защищать точку зрения для того, чтобы не допустить. Вот Краматорск, Мариуполь, это просто-напросто наглядный показ того, что служба цивильного захиста на сегодняшний день, что, допустим, вопрос разведки, СБУ, все вот эти службы, поскольку недоработали, и в результате мирные люди гибнут. Если вы мне зададите вопрос, общался ли я, да, я ходил даже очень по очень высоким людям еще тогда, когда только был Крым. И говорил, у нас не готово, у нас на сегодняшний день специалистов, знающих вот то, что я вам рассказываю, единицы. Вот так получилось. Потому что, когда я был молодым капитаном и пришел в систему гражданской обороны, меня учили полковники, которым сейчас под 80-80 с лишним лет. Но, когда писался первый закон о гражданской обороне, уже тогда Украина была внеблоковая и безъядерная. И наш руководитель, начальник штаба МГО Украины, пришел и сказал, пишем закон. Он собрал нас, руководитель структурного подразделения, сказал, пишем закон. Все направлено на мирное время. Поэтому сейчас что нужно делать? Сейчас нужно немедленно ломать всю систему. Скажите, вот вы можете более простым языком объяснить, что нужно сделать сейчас там в том же Мариуполе, в котором сейчас уже мы слышали о том, что уже в него долетают ракеты, в Краматорске, в ближайших больших городах и поселках, если мы говорим о гражданской обороне. Ну, давайте так. Как я уже сказал, определяется полоса возможного, вероятного наступления противника или возможного ударов. Ну, максимально сколько? 120 километров, да, Смерч летит? Ну, Смерч летит 120 километров. Точка летит чуть больше, да. Если нужно будет бахнуть по образно говоря, что у нас на границе там между Крымом, ну, они с Крымом могут достать. То есть сейчас эта зона, она вся простреливаемая элементарными вот такими тактическими. Ненажды говорить даже об эскандерах, которые применяются на расстоянии 480 километров. Но мы должны понимать полосу. Наиболее вероятную. То есть выбирается полоса наиболее вероятного удара противника. И после этого принимаются мероприятия. То есть вывозят оттуда дети. В первую очередь дети какие? Не те, что в семье живут, а интернаты, больные. Вот те люди, дети, которые вот в учреждениях находятся в этой полосе. Их нужно уже оттуда сегодня убирать. Убирать во Львов не за 120 километров, а дальше. Я вам больше скажу. Дело в том, что вообще эвакуация, вещь штука какая. Вот когда я только начал ей заниматься, моя задача была эвакуировать 36 миллионов населения Украины. Когда Украина была ядерным государством. Сейчас для кого-то это смешно звучит. Да, а я вам рассказываю, что у нас было 11 авианесанитарных эскадрильей, которые сейчас ищут, говорят, где у нас авиация. А я могу рассказать, где. У нас ищут, как эвакуировать больных и раненых. У нас каждый автопарк автобусный имел специальные склады для того, чтобы автобусы ЛАС, Львовские автозаводы, переоборудовались под эвакуацию раненых. И это только у гражданской обороны. В министерстве обороны еще больше и лучше стояли дела. Потому что в течение 12 лет от моего руководства этим подразделением, я не только это, как говорится, рисовал на бумаге. Мы проводили сборы, мы проводили учения. Мы в каждом районе проверяли это. И я, как представитель одного из структурных подразделений штаба ГО, по этим вопросам, как минимум 5 областей. То есть мы приезжали, неделю работали, проверяли каждый район, каждый АТП, готовность. А у нас сейчас что рассказывают? Ищут транспортные средства для проведения эвакуации. Нашли в Киеве. Для меня смешно. Откровенно говорю, смешно. Точно так же, как для меня смешной другой вопрос. У нас есть МОП, военнослужащего берут в армию. Приходит повестка, его взяли, не пошел, получил срок от 2 до 5 и тому подобное. А я говорю, подождите. А МОП броня существует на сегодняшний день? То есть человек должен понимать, что если он является, допустим, каким-то уникальным специалистом, скажем, на атомной станции, вот он сидит и управляет энергоблоком. А то, чтобы он был снайпером или артиллеристом, ему приходит повестка. Вот этой вот связи, я вам говорю, вполне ответственно, на сегодняшний день практически нет. Она решается путем, приходит, начинает с военкоматами бегать. То есть в государстве существует два плана. Это МОП-план вооруженных сил и МОП-план экономики государства. И они между собой должны быть связаны полностью. А этого реально, все, что сейчас показывается, нету, и никто над этим не работает. Хорошо, давайте мы сейчас вернемся к этой теме. У нас есть комментарий военного журналиста, эксперта, касательно того, возможно ли предостеречь и уберечь небо от подобного залетания вражеских ракет к мирным людям и на мирную территорию. Давайте посмотрим. Отчасти да и отчасти нет. Если разведка плохо работает, то, скорее всего, нет. Если бы разведка работала хорошо, работали бы радиоперехваты, знали бы, что выходит на позиции артиллерия, вот эта вот ракетная, то, возможно, можно было бы там превентивный удар нанести по позиции и так далее. Дело в том, что, если речь идет о смерче, которую мы наблюдали на фотографиях снаряды в Краматорске, то, в принципе, эта залповая артиллерия, ее отследить системами противовоздушной обороны очень тяжело. Это халатность разведки, это очень хорошо поставленная спецоперация с той стороны, скорее всего. Очень похоже, потому что очень странно было наблюдать большое количество неразорвавшихся снарядов урагана, которые находились в городской застройке, на фоне которой фотографировались граждане, там ураган, такая труба здоровенная. Причем самое интересное, разорвалось именно там, где нужно, в районе аэродрома, там, где штаб, там, где, кстати, стартовые позиции .у, это не секрет, много народу снимало на видео, как они оттуда стартовали, в социальных сетях пишется, что скарматорска стартует .у, это, в принципе, отслеживается, как бы, и об этом, скорее всего, противник, зная, имея разведку, наверняка знал. Даже не будучи офицером разведки, можно просто открыть интернет, прошерстить социальные сети, посмотреть, что на вооружении противника есть штурмовики, которые они постоянно показывают. Российские они, не российские, может быть, отжатые, не отжатые. Факт в том, что, что стоит, допустим, посадить наводчика с целеуказателем лазерным, который будет подсвечивать, допустим, ту же стартовую позицию точки У или штаб, поднять несколько грачей, вот этих вот Су-25, отжатых или там российских, не знаю каких, подлететь ночью и обстрелять. Для этого надо прикрывать любые города, любые позиции, любые штабы, любые аэродромы нужно прикрывать и в любой точке зоны АТО, в любой точке прифронтовой. Без корректировки огня на такие дальние расстояния не стреляют. 70 километров? 70 километров все-таки, это первое. Второе, я считаю, что, скорее всего, стрельба этими ураганами, это был отвлекающий маневр. Слишком уж много не разорвавшихся снарядов, и именно разорвавшиеся снаряды именно на аэродроме. Поэтому надо все-таки разбираться, что за боеприпасы были использованы по аэродрому, а что за боеприпасы были использованы по Краматорску. Нет, смерчи использовались уже не первый раз. Дело в том, что, насколько я знаю, даже по событиям в той же самой Чечне, для специ... Я не имею в виду. Нет, я расскажу, в нашем... Дело в том, что я знаю, что по Чечне использование смерчей было в том числе для спецопераций. В данном случае я считаю, что это первый случай, когда смерчи используются для вот таких вот точечных операций по позициям, которые находятся в глубине нашей обороны. То есть это достаточно далеко. Вот это и использовалось, скорее всего, все-таки более высокоточное оружие, а смерч это так. Поэтому я считаю, что все-таки смерчи используются первый раз именно в таком контексте. А так смерчи используются. Они есть, про них говорили, говорили, что их отжали, скорее всего, а скорее всего, не отжали. Ну, там же трудно сказать, кто что украл, кто куда пригнал. Разведка и контрразведка. Те, кто не отследили передвижение вражеских наводчиков. Ну, если за Иловайск никто ничего не лишился, то я боюсь, что, скорее всего, в этот раз сделают вид, что ничего не произошло. Ну, вот мы услышали мнение эксперта. Ваш комментарий по этому поводу. То есть совсем можно согласиться? Первое, да, что фактически то, что я говорил, было повторено. Разведка, еще раз. То есть все службы должны работать на одну цель. И то, что человек говорит, я, допустим, не знал, то, что озвучено, что были стартовые позиции точки У. Ну, что значит там стартовая позиция? Точка У это комплекс передвижной на автомобиле, которые перемещаются. Если человек знал, что они там находились, ну, как бы дислоцировались, то это уже само по себе глупо. Теперь я вам рассказываю не как ГОшник, а как военнослужащий. Потому что каждый залп на сегодняшний день нашей артиллерии, и это тоже опять показывает все новости. Что такое? Вышли артиллеристы, встали на позицию, пристреляли, бахнули, тут же уходит, потому что идет ответка. Если противник знает, что точка У находится на аэродроме в Краматорске, ну, это нонсенс. Такая техника, она должна бы все время перемещаться. Она должна находиться где-то в секретных местах. Привязываются несколько позиций, и на этих позициях она все время движется. Она не может стоять просто и ждать, когда по ней шарахнут, и чтобы получился эффект то, что было в самом Донецке. Мы получили видео уже от наших коллег из Минска. Давайте посмотрим, что они нам прислали, о чем они говорят. Это одна из центральных улиц Минска. Здесь оживленное движение и много людей. И пока жители города спешат на работу, журналисты всех европейских каналов бегут сюда за аккредитацией Министерства иностранных дел. Вот такую аккредитацию получили и мы, 17 канал. Буквально через пару часов мы станем свидетелями очередных переговоров. Мы увидели, что журналисты наши получили аккредитацию. Сейчас они все вместе с другими журналистами уже отправляются в Дворец независимости, где произойдут переговоры. Мы продолжаем тему обстрела Краматорска. Хорошо. Вы как военный, если с вами уже как с военным говорить, если и была эта точка УНО в аэропорту находилась, как на самом деле должно было все происходить? Она должна была постоянно двигаться или она должна находиться за территорией, чтобы мирные граждане не подвергались этим обстрелам? Потому что понятно, что противнику нужно уничтожить оружие, которое есть у нас. Складывается такое впечатление, что вы вспомните выступление Путина, когда захватывали Крым, как он говорил, мы поставим впереди женщин и пусть они только начнут стрелять. То вот когда сегодня, допустим, грады, установки стоят в Донецке и жилых кварталов начинают наносить удары по позициям наших вооруженных сил или по блокпостам, то в данном вопросе, ну, оно немножко получается, что мы не так сильно далеко ушли от них, если мы размещаем, опять же, как штаб АТО, в населенном пункте в городе Краматорске. Я не был там, я могу ошибаться, но то, что оказывает средства массовой информации и по тем погибшим и количеству раненых, удар реально наносился по штабу антитеррористической операции и по позициям, в том числе, точки У. Точку У держать около штаба АТО – это первая глупость. Нахождение штаба АТО в населенном пункте – это вторая глупость. Это я как военный говорю, теперь как ЦОшник говорю. Для того, чтобы не допускать подобных вещей, как сказал ваш эксперт, работает разведка. После работы разведки должна работать что? Оповещение. Вы посмотрите, нанесен был удар по Мариуполю. Какие действия или какая была ответка на сегодняшний день власти? А власть проводит какое-то родо учение на пожарной технике. Раньше это проводилось в виде парадов, когда мы показывали, какие средства есть в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Так вот сейчас показывают, не этим надо заниматься. Сейчас именно там, в той зоне надзвычайных ситуаций, как сказал, или Ценюк правильно сказал, надо проводить постоянно учения. Только учения должны проводить люди, которые знают и понимают, от чего их, как укрыть, как радиационно-химическую. Вы понимаете, что мы сейчас вот пока так разговариваем, все время опять по хвостам виртуально. А Путин, кстати, проводит учения с Думой, Госдумой, с применением оружия массового поражения или ядерного оружия по Москве. Это на что-то должно наталкивать руководство нашего государства вообще? Если у них депутаты. Вы спросите у наших депутатов, а куда они выходят в загородную зону? А вы спросите у премьер-министра, в генеральном штабе. У нас в городе Киеве куча центральных органов власти. У нас в Харькове находится, допустим, танковый завод. У нас есть куча оборонных заводов, которые находятся в прифронтовой зоне. Они на сегодняшний день расписаны, куда они должны уйти, что они должны уничтожить. И чтобы не допустить, чтобы вчера у нас кольчуги ушли в Россию, завтра у нас будет какое-то другое уникальное. Почему у нас никто не отвечает, что пропали бланки строгой отчетности? Вот когда, помните, шумиха была, что по Киеву воруют автомобили. И все они вывозятся туда. А в Донецке, сказали, вся база МРЭУ осталась. То есть отсюда берется автомобиль, загоняется туда, в базе МРЭУ меняется, и она уезжает, чистая машина, в Россию или куда угодно. И сказали, что люксовские машины. Вот такие вещи, они в принципе не должны происходить, потому что это делается при определенных степенях готовности. А наш руководство всем кричит, полная, уже год говорит полная. Если полная, то тогда кто должен был встать к стенке или кого должны были посадить за то, что в банке полной оказались денег. Там золото оказалось. Там оказалось, я не говорю, там про скифское золото. Нужно уже вывозить из Краматорска и Мариуполя это все? Обязательно, сегодня. А мы что, уверены, что сегодня Путин не рюкнет и скажет, ах так, вот будет вот так. Давайте посмотрим, у нас есть записанный разговор с местными жителями, с которыми мы пообщались, что же сейчас происходит в Краматорске. Мы можем его сейчас посмотреть? Ребята. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что мы думаем? Стреляют по нам. Ну завтра же мирное регулирование. Сначала был один баф, потом летела с аэродрома, а потом летела с Корчуна. И пусть говорят, что угодно. Летела четко с Корчуна. С такого, а я не думаю, при мне позвонила бабушка-сестре, было 14 залпов с Корчуна. И пусть там хоть лопнут на ТСН, что это беспилотно. Вот направление. Вот направление. Конечно, вот оттуда летела у меня с аэродрома, вот так летела с Корчуна. Так же, как летом летела, у меня папа на 17-м разбомбила. Да хоть тут-то прыгайте. Нет, нет. И скачите. Летела с Корчуна. Потому что одно направление выстрела было. За первый выстрел, не скажу, а когда пошли залпы, летела с Корчуна. Все одного направления выстрелили. Мы прошли все выстрелы сейчас, 4 выстрела. Вот мы прошли возле церкви. Дальше вот человек лежит, вот труп. Видели? Видели трупа лежит? Я не хожу трупа. Вот мы ходим. Что тогда вы зря панику пускаете? Звери стреляют еще. А при чем здесь паника? Я вышла и стреляла. Не надо других людей, короче, напутать со зверьми. Да, да. И второй человек, который там живет, врет. Вот, я прошу. А люди там живут возле Корчуна. И у них над головой летело так же, как у меня летело РСЗО с аэродрома. Вам звонили какие-то сплетни, а мы вот прошли одного направления, только одно. Нет, вы не правы, не с Корчуна. Вы как считаете, откуда? Ну да. От зверей это, вот откуда. С ДНР, что ли, или откуда? Горлоки откуда? Как вы считаете? Не скажу, я же не видел, как кто нажимает, правильно? Направление, вот, одно. Что в этом направлении находится? Кто? ДНРовцы. Если бы с Корчуна летела, снаряды попадало бы вот так в дом, правильно? А если оно попадает с другой стороны, значит, это бы стреляли с другой стороны. И никак по-другому. Единственное еще, потому что снаряды летели сверху вот так вниз, пробили, получается, пятый этаж, четвертый этаж, и на третьем этаже лежит не разорвавшийся снаряд. То есть вот так вот летели. То есть, возможно, это было просто сверху, возможно, это было с ДНРовской территорией. То есть только так. Там, где Карачун, там, где Аэродук, с той стороны ничего не было. Я думаю, как эти люди, потому что я вместе с ними прошел, все это обсмотрел, и я с ними согласен. А кричать можно, они знаете, все, что хотите. То есть стрельба? Стрельба. Ну, я думаю, что украинская армия по мирному населению не стреляла бы. Потому что они защищают свою землю, свой народ. И по аэродуму, они тоже по ним не стреляли. По мирным. Калибр, я не знаю, но приблизительно, то ли ураган, то ли смерть, то ли торнадо. Ну и все. Попадали большущие снаряды. И люди испугались, а думали, что они взорвутся. И все тоже начали разбегаться, не знают, что делать. В итоге мы не знаем даже, что завтра будет. Вот так вот мы как-то и живем. В общем, просто подводя итог, я думаю, что на сегодняшний день во всех населенных пунктах, которые хоть как-то теоретически мы пока отходим, остаются на территории Донецка и Луганских областей и, возможно, попадают в так называемую зону интересов Российской Федерации, нужно проводить целый комплекс мероприятий гражданской обороны или гражданской защиты. А это связано, первое, с проведением именно эвакуации, то есть вывозом произведенного определенного расчета, банки, администрации. Есть администрация города Краматорска. Документации, архивы, музеи. Значит, если есть предприятия с каким-то оборонного значения, то эти предприятия оборонного значения, если их нельзя эвакуировать, они делаются должны, расчет, что с ними приниматься решения, вплоть до того, что они должны быть уничтожены. То есть, вы же понимаете, в Донецке они говорят, что химзавод продолжает выпускать боеприпасы. У меня вопрос, почему? Почему он не был тогда уничтожен при выводе войск? При том, когда... Потому что, наверное, надеялись все-таки потом вернуться. Это преступность. Вы понимаете, что война, ну, немножко очень сложная штука. И в войне должны все-таки руководить люди, которые являются специалистами. У нас, когда цари влазили в руководство войн, то та вот Россия, которая сейчас вспоминает Путин, несла сразу потери. Когда Сталин влазил в руководство действительно военными операциями, ложились лишние тысячи, миллионы людей. Потому что военный человек, он всегда начинает думать о том, как выполнить задачу и как понести меньше потерь. Что бы вы посоветовали людям, которые живут на расстоянии 60, 70, 80 километров? Искать места в случае, если все-таки до них будут доставать ракеты, искать места, где можно было бы спрятаться, бомбоубежище? Бомбоубежище? Если это у нас уже гражданская оборона. Давайте так, значит, можно давать советы людям, а можно давать советы власти. Вот я бы сегодня посвятил бы какую-то, скажем, встречу и программу, советы власти в первую очередь, а потом людям. Людям советовать, естественно, если человек находится в каком-то опасном месте, первое, что он должен делать, он должен продумать, как себя защитить. Это бомбоубежище или укрытие, или подвал в первую очередь. Если возможность покинуть это, если есть возможность покинуть, то куда? Сложить документы, подготовить соответствующие вещи. Может даже уже и вывести что-то для того, чтобы уходить налегке, когда это надо. То есть каждый человек, в общем-то, думает, как вот любой из нас, если я там муж и имею свою семью, то я являюсь в первую очередь защитником семьи, потом я являюсь защитником своего государства или города и тому подобное. Поэтому мы должны сегодня, простые люди, подумать о своей защите, а государство должно думать о защите городов и страны. На сегодняшний день пока вот этой взаимосвязи между армией, гражданской защитой, гражданской обороны я не вижу. И объяснение, мою лично только по одному, что на сегодняшний день ни в Совете национальной безопасности, ни в Генеральном штабе, ни в службе ДСНС, ни в Кабинете министров нету ни соответствующего советника у премьера, ни соответствующего уполномоченного. У нас есть уполномоченный по миру, да, но у нас нет уполномоченного по войне. И у нас есть Ира Герасченко, которая возит гуманитарную помощь, но у нас уполномоченный по миру должен делать намного шире, выполнять объем. Вот он должен вот это все организовывать. Значит, обязательно должно быть взаимопонимание между Генеральным штабом и представителями службы ДСНС. Потому что служба ДСНС это фактически та служба, которая должна выполнять и организовывать. У нас, согласно действующего сегодня законодательства, особый период, и руководитель службы ДСНС товарищ Бачковский является непосредственным начальником, чтобы вы понимали, всех министров. Это нонсенс, но это факт. Сегодня Бачковский, находящийся в системе МВД, руководитель товарища Авакова. А это говорит о чем? Это говорит о глупости о том, что систему гражданской обороны ввели в подчинение Министерства внутренних дел. Она должна быть отдельной и самостоятельной. Если вы ликвидировали МНС и посчитали, что это очень большой орган, и такой не нужен государству, то орган, отвечающий за организацию работы коммунальных служб, транспортного, Министерство транспорта, то есть Министерство здравоохранения, то есть все министры сегодня, согласно законодательству, являются начальниками служб фактически гражданской защиты. Вот это вот надо сейчас этим заниматься. Спасибо огромное, что вы пришли к нам в студию. Спасибо, что вы уделили нам время. Через несколько секунд мы вернемся в студию. Вместе с Алексеем Кутеповым программой «Версии» мы сегодня будем вести для вас эфиры. Мы ждем с минуты на минуту включения наших коллег из Минска. Не переключайтесь, через несколько секунд мы снова увидимся с вами в этой студии. Минская встреча. Добьется ли Европа мира? Что привезут переговорщики в свои страны? Сядут ли Порошенко и Захарченко за один стол? И смогут ли буквы на бумаге разрядить грады? В чем сила и слабость результатов Минского процесса? Программа «Версии» 11 февраля, 15.00. Версии 11 февраля, 15.00. Вчера, по нашим данным, было 5 автобусов. Специально разбита большая палатка МЧС. Там они проходят переэрестрацию. Еще одна комната выделена в здании вокзала. Сегодня ожидается большее количество людей. И сформирован поезд на тысячу человек, пассажиров, которые сейчас находятся на перроне Славянского железнодорожного вокзала. Эти люди будут проходить переэрестрацию здесь, в Славянске. Как организованный пункт перевалочный. И дальше последует в Харькове, Киеве. Часть людей остановится, будет размещена в Славянске. Да, военные пытаются им создать коридор наши украинские. Но, тем не менее, это очень сложно. Там, ну что я могу говорить, там бомбят. Ну что, и школы бомбят, все, и дома. А много людей осталось? Ну так, меньше, больше уехала. Там надо видеть, правда, что. Видеть надо, и слышать надо, и жить там надо. Это моя. Вот такое там переэрестрация. Ну, представляете, окно налетает. Ой, сильно. Соседи так-то вообще, кто с первого этажа уехать не могут. Окна-то открытые, побитые все. Мародёры лазают, начинают. А мы на третьем этаже. А кто на первом, не могут уехать. Ну, вот это ж наш гурсовет собрал. И вот это нас. Многие люди, записывается много людей. Солнышко, сколько тебе лет? Сколько лет? Да не стесняйся, чего-то. Восемь. Восемь? Ты с родителями с кем? С тетей. С тетей же? А родители папа, мама. Мама осталась с братом там, в Авдеевке. А почему, не получилось? У меня есть право брать интервью у ребенка без разрешения родителей. Я свои права знаю. Как-то из меня трясется, небо гудит. И трещит так, что... Родственники остались там? Нет, я один. Как вас зовут? Анатолий Антонович. Анатолий Антонович. Ну, вот можете тебе сказать, что первые ваши шаги на свободной украинской земле? Вот это, да? Да. Ой, слава богу, она живая. Но как нам жить, надо очень умно. Иначе нас погубит. Мы с Авдеевки приехали. Вот высадились здесь на вокзале, ехали, ехали, нас оставляли, проверяли там, черт его знает, что делали. Приехали, а теперь здесь мест нету, сказали. Или в Киев поезжайте, там встретят, или в Харьков, там никто не встретит. А мы 10 часов даже без воды и без еды. Как это нам делать? Как нам быть? Снова зачем мы возвращаться? Назад будем. И опять под бомбы. Бомбят, бомбят. Что есть духу? Там такие дуры ложатся, что вот буквально вчера Менделеева один разбомбили так, что мама не горюй. Пусть бы приехали, посмотрели, что делается. У нас поселок небольшой, нету того дома, который был бы не разбит. А куда же возвращаться? А я не знаю, куда нам возвращаться. Я не знаю, куда. Нам там плохо, и здесь мы не нужны. Вот это и вся организация. Мы собирались в Славянногорск, сказали, Славянногорск нас ждет. Нас там никто не ждет. Сказали, поедете в Киев. Вот мы едем в Киев. Все-таки садитесь в поезд и едете? Ну да, будем, сказали, в 9 часов или в полдевятый поезд. Ну дай бог. Бесплатно, сказали, нас ждут. Людмила Васильевна Буравлева. Из Авдеевки, да. Людмила Васильевна, за Авдеевку расскажите самим. Что могу сказать Авдеевке? Бомбят Авдеевку, страшное дело. Сколько процентов людей там осталось? Ой, там если 10 процентов осталось, то это хорошо. А вот они на что рассчитывают оставшись? Ну, рассчитывают, что не попадет бомба в них. Вот и все. Воды нет, света нет, отопления нет, связи нет. Все нет, ничего нет. А больница? Больницу разбомбили. Вот, неврологическое отделение. Никого нет совершенно. Я работаю в неврологическом отделении. Никого нет. А что с заводом? И завод бомбят. Раз отопления нет, значит завод остановился. Из двух только что прибывших автобусов половина людей сначала не хотели выходить на перрон, чтобы не садиться в поезд на Харькове, на Киев, а настаивали на том обещании, которое им дали в Авдеевке, разместить их в Светогорске. Но, по нашим данным, которое, в общем-то, АМЧС и не скрывает, в Светогорске нет возможности принять людей. Ну, буквально вот час они звонили туда и договорились только о шести местах, о шести возможности разместить шесть человек. Фактически целый автобус таки отправится в Светогорск. Ну, мы надеемся, в любом случае люди будут где-то размещены, найдут какой-то приют. Есть еще вариант сейчас на слуху, что, возможно, временно разместят в одном из учебных заведений в спортзале. По крайней мере, до утра, когда завтра ситуация немножко прояснится, и можно будет точно определить, куда и сколько людей везти. Тем не менее, поезд, направляющийся в сторону Харькова и Киева, понемножку формируется. Если будет набрана хотя бы половина выделенных мест, а это 500 человек, то поезд рассчитан на тысячу, то тогда он отправится. Если 500 человек не наберется, нет смысла пустой поезд гнать по всей Украине. Сейчас можно наблюдать пустой перрон и незаполненные вагоны. Из 18 вагонов максимум заполнено два. И дело даже не в том, что из трех прибывших автобусов половина людей не захотела ехать далеко от своего дома, поскольку им обещали размещение в Светогорске, а в том, что людей просто сюда не доставили. Для кого формировался такой большой состав, даже непонятно. Это может служить примером нашей несогласованности, неорганизованности, показательным ярким примером, почему у нас такой беспорядок в стране. КОНЕЦ Донецкая область администрации сегодня продолжает эвакуацию, что насыпается совместно с Державной службой на случайных ситуациях. Сегодня мы вывозим около 100 человек первой входкой в город Артемовск. Следующая будет Артемовск и Славянск. Полагаем, что мы сделаем несколько попыток в городе людей для того, чтобы уехать безпочитаем спокойную жизнь. Сейчас как раз продолжаются обстрелы в городе. Ситуация напряженная. Ситуация напряженная. КОНЕЦ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok